Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение радикулита в домашних условиях Интенсивные приступы боли, ограничение двигательной активности, снижение качества жизни. Перечисленные проблемы знакомы каждому, кто страдает столь неприятным заболеванием, как радикулит. Факторов, влияющих на развитие недуга и усугубляющих его течения, невероятное множество. Привести к возникновению характерных симптомов могут такие причины, как чрезмерные физические нагрузки или, напротив, ограничение физической активности, неправильное питание, наличие вредных привычек, а также избыточная масса тела. В стремлении избавиться от дискомфорта многие нередко обращаются к многовековому опыту нетрадиционной медицины, в копилке которой есть масса простых, проверенных и действительно эффективных природных лекарств. В сочетании с правильным питанием для суставов и введением здорового образа жизни народные средства от радикулита творят настоящие чудеса, избавляя от болей и дискомфорта. Поговорим более подробно о разнообразии методик альтернативной медицины и о том, как правильно применять их на практике для борьбы с радикулитом. Избавиться от радикулита и укрепить организм помогут рецепты народной медицины. Спровоцировать радикулит могут некоторые сопутствующие болезни и неблагоприятные условия. Поражение нервных окончаний может возникать под действием множества различных факторов, в частности таких, как спондилез, остеохондроз, нарушение в структурах позвоночного столба, хронические очаги воспаления, инфекционные поражения. Спровоцировать возникновение заболевания может резкое движение, ранее перенесенная простуда и поднятие тяжестей. Кратко о причинах патологии, симптомах и осложнениях. Вследствие издавливания нервов, спинного мозга и развития воспалительных процессов возникает болевой синдром. Для него характерно распространение вдоль по пораженным нервным волокнам. Причиной болезни становится целый ряд факторов, к которым относят межпозвоночные грыжи, переохлаждение, малую подвижность, стресс и физические нагрузки, инфекционные процессы, травму позвоночного столба, нарушение метаболизма тканей. Симптоматическое состояние может провоцировать мышечную слабость и онемение в конечностях. Наиболее выраженный симптом – болевые ощущения, имеющие ноющий, острый, постоянный, либо временный характер. Основные симптомы Симптомы радикулита могут различаться в зависимости от локализации очага воспаления и особенностей организма. Самым первым признаком протекания воспаления будет наличие сильной боли, которая может быть как незначительной, так и очень резкой и отдавать в разные части тела. При повреждении нервных окончаний наблюдается периодическая и временная потеря чувствительности нижних конечностей. Также человек обеспокоит слабость мышц вплоть до наступления временного паралича. Радикулит – это сдавливание нервных окончаний корешков спинного мозга, влекущее за собой воспаление нервных волокон, входящих в отверстия между позвонками. Он бывает четырех видов. Шейный – сопровождается болезненными ощущениями в области шеи, зачастую человек с трудом может повернуть голову. Грудной – пациент испытывает неприятные ощущения в области спины, верхняя часть, грудной клетки, может сопровождаться онемением левой стороны. Пояснично-крестцовый – характеризуется острой болью в области поясницы, невозможности передвижения. Дискогенный – влечет за собой боли в области спины в связи с тем, что смещенные позвоночные диски защемляют нервные корешки. Радикулит классифицируется по месту его локализации. Радикулит протекает всегда довольно болезненно и характеризуется следующими симптомами. Нарушение движений, ограничение подвижности и скованность. Самопроизвольное сгибание конечностей, зачастую ног, в горизонтальном положении тела человека. Анемение в месте поражения. Жжение и покалывание возле очага боли. Повышение потливости. Бледность лица, рук, шеи. Слабость мышц. Сильнейшие боли ночью и, как следствие, бессонница. Головокружение. Ухудшение слуха и зрения. Нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, а также моча половой системы. Чем же могут помочь нетрадиционные методики? Лечение радикулита народными средствами может дать очень хороший результат, особенно если применять эти методики на первоначальных стадиях протекания болезни. Основными задачами терапии являются такие как Снятие воспаления, обезболивание, уменьшение компрессии, восстановление поврежденных тканей, нормализация обмена веществ и кровоснабжение позвоночника, укрепление организма, исключение частых приступов. Чтобы лечение радикулита народными средствами принесло требуемый результат, рекомендуется применять его в комплексе с другими методиками. В частности, назначаются Медикаментозные препараты, Физиотерапевтические процедуры Лечебная физкультура Диета терапия Массаж Народные средства значительно повышают результативность лечебных мероприятий. В зависимости от симптомов поясничного радикулита лечение народными средствами помогает купировать болезненные ощущения, а также облегчить терапию при хроническом протекании болезни. Чтобы получить хороший результат, важно соблюдать требуемые правила терапии, а именно Обеспечение покоя в период обострения, Устранение провоцирующих факторов и соблюдение правильного питания. При обострении радикулита Ложатся на твердую поверхность, Ноги сгибают, кладут на возвышение для уменьшения боли, Место защемления смазывают противовоспалительной мазью, кремом. Хорошо помогает тепло, но нельзя принимать при обострении горячие ванны. Далее длительно избегать переохлаждения физических нагрузок. Из домашних средств используют лекарственные растения, значительная часть которых представлена мазями, растирками. Руки, делающие подробную процедуру, должны быть теплыми, движения осторожными. Процедуру проводят 10 минут. При сильных болях 5 минут. Больное место после процедуры обязательно укутывают, Проводят обычно на ночь. Растирание Лечение радикулита лопухом считается одним из наиболее эффективных средств устранения болезни. Из лопуха изготавливается настойка на основе спирта. Для ее приготовления листья лопуха необходимо тщательно промыть, измельчить и положить в банку, после чего залить их водкой. Дать настояться на протяжении недели, после чего процедить настойку с помощью марли. Храните настойку в прохладном месте и натирайте ей поясницу при первых признаках появления острой боли. На пораженную область можно прикладывать свежесорванный листок лопуха, предварительно смоченный водой. Затем его нужно накрыть пленкой. Хорошо помогает настойка, приготовленная из корней лопуха. Для этого 3 столовые ложки корневищ измельчить, залить пол-литра водки, оставить настаиваться готовое лекарственное средство 2 недели и растирать болезненное место по 2 раза ежедневно. Можно для терапии применять цветки сирени. Для этого нужно наполнить ими пол-литровую банку, залить керосином и дать настояться 2 недели. Втирать лечебное средство следует ежедневно по 2 раза в сутки. При подагре, радикулите, простудных болезнях и ревматизме нужно использовать сок черной редьки в качестве растирки. Это средство помогает быстро и результативно устранить болезненные ощущения. Красный перец. Для растирания нужно 2 стручка жгучего красного перца или порошка, 200 мл керосина, 50 мл водки и 2 столовые ложки соли. Перемешать. Переместить в емкость, закупорить, тщательно взболтать, дать настояться 3-4 дня. А затем отфильтровать и применять в качестве растирки. Натереть смесью пораженное место, положить на него лист кальки и оставить на 2 часа. Повторять такую процедуру ежедневно. Взять 5 столовых ложек сока черной редьки, по 1 столовой ложке соли и натурального меда, 250 мл водки. Все подготовленные компоненты смешать, средство хорошо взболтать перед каждым применением. Перемешать 60 мл сока корня хрена и 50 мл водки. Натирать готовой смесью болезненные области 1-2 раза ежедневно. Курс проведения терапии составляет 10-15 дней. Терапия эфирными маслами. Различными эфирными маслами можно утихомирить боль в пояснице. Для этого любой вид масла разогревают и растирают 10-15 капель на поверхности поясницы, непосредственно в болевой точке. Для лечения радикулита рекомендуют использовать пихтовые и кориандровые эфирные масла. Так как они обладают поистине целебными свойствами для поясницы. Эти способы абсолютно безопасны для здоровья человека. Кроме того, они эффективно избавляют больного от недуга. При лечении радикулита народными средствами применяются лекарственные травы. Самым популярным растением является расторопша. Из нее готовят масло, которое затем втирается в пораженную область. Для этого нужно 3 столовые ложки семян растения растереть до порошкообразного состояния. Залить 500 мл натурального оливкового масла. Полученную смесь прогреть на паровой бане 12-16 минут. Курс терапии составляет 35-40 дней. В пораженную область можно втирать пихтовое масло. Если вы хотите не только устранить боль при радикулите, но и полностью избавиться от болезни, то вам следует воспользоваться методом лечения золотым усом. Из данного растения изготавливается настойка на спиртовой основе. Для приготовления лечебной настойки применяют усики растения, которые затем настаивают на водке или спирте один к двум. Настаивать лечебные средства нужно 8-10 дней до получения сереневатой жидкости в темном и прохладном месте. После этого процедите настойку и втирайте ее по мере появления болевых ощущений. Применять настойку для растирания нужно по 3-4 раза. Для растирания можно использовать чеснок, который нужно измельчить до состояния кашицы, смешать с растопленным свиным жиром один к двум, а затем применять для растирания. Лечение радикулита настойкой из черемши Существует очень хорошее народное средство лечения радикулита. Как только прихватит радикулит, необходимо сразу же растирать больное место настойкой черемши, затем укутать больного и уложить его в постель. На утро никто уже и не вспомнит о том, что был радикулит. Но нужно заготовить настойку заранее. А делается она так. В 3-х литровую банку доверху складывается черемша, уплотняется и заливается спиртом. Также можно взять самогон или водку. Затем банку нужно поставить в темное место на 1 месяц. Потом процедить и разлить по бутылкам. Лекарство хранится в холодильнике. Апитерапия Лечение радикулита пчелами является наиболее необычным и экстремальным способом избавиться от болевых ощущений в области поясницы. Дело в том, что при укусе пчелы больного места выделяется пчелиный яд, который эффективно устраняет боль. Но на данный момент не рекомендуется экспериментировать с подобными методами, так как существует множество достойных альтернатив, например, мази от радикулита на основе пчелиного яда. Применение продуктов пчеловодства Хорошо зарекомендовало себя лечение радикулита народными средствами в домашних условиях с использованием продуктов пчеловодства. Их целебные свойства известны еще с давних времен. Положительный результат лечения поясничного радикулита народными средствами достигается при использовании таких продуктов, как пчелиный яд, мед, прополис, маточное молочко, цветочная пыльца Цветочная пыльца обладает очень хорошим восстанавливающим качеством. При появлении приступа ревматизма рекомендуется съедать по одной чайной ложке средства ежедневно и запивать теплой водой. Лечение банками Вы можете купить специальные банки для терапии поясничного радикулита в любой аптеке. Их нужно накладывать непосредственно на болевые точки и держать на своем теле более получаса. После сеанса лечения болезни банками вы почувствуете значительное облегчение и уменьшение боли. Горчичники Специальными горчичниками можно с легкостью снять симптомы поясничного радикулита. Для этого сначала необходимо приготовить раствор для горчичников. В пол-литра воды добавьте одну таблетку препарата фуруцелин. Поставьте воду на огонь и кипятите до тех пор, пока таблетка полностью не растворится. После этого добавьте в жидкость три ложки жидкого меда. Тщательно размешав ее, окуните горчичники в раствор и приложите их к пояснице. Процедура должна длиться не менее получаса. Лечение солью Радикулит также поддается лечению солью. Существует множество рецептов, как вылечить данную болезнь солью. Поделимся одним из наиболее действенных способов. Залейте килограмм соли литром очищенной минеральной воды. Добавьте в получившуюся смесь две чайных ложки горчицы. Поставьте смесь на слабый огонь и варите ее до получения однородной консистенции без комков. После этого намажьте получившуюся мазь на очаг радикулита и накройте место полиэтиленовой фольгой. Пролежите так примерно полчаса, после чего смойте остатки смеси теплой водой. Лечебные ванны При лечении радикулита народными средствами в домашних условиях рекомендуется принимать лечебные ванны. Однако при этом нужно соблюдать определенные условия. Температура воды для купания при этом должна быть не выше 36-37 градусов, так как в противном случае все полезные компоненты просто распадутся. Оптимальным временем проведения процедуры составляет 10-15 минут. Лечебный курс составляет 12-14 дней. Стоит отметить, что подобные процедуры имеют определенные противопоказания, а именно гипертензия, повышенная температура, беременность, инфекционные и опухолевые болезни, состояние после операции. Для устранения симптомов поясничного радикулита лечение народными средствами подразумевает под собой принятие лечебной ванны, приготовленной с добавлением хрена или горчицы. Корень хрена потереть на очень мелкой терке, затем 2-3 столовые ложки лечебного средства положить в ткань и опустить в воду для купания. Взять 250-400 грамм сухого горчичного порошка, развести, понемногу добавляя теплую воду, чтобы получилась жидкая кашица, а затем вылить в ванну. После проведения процедуры обязательно нужно принять душ. Лечение крапивой Лечение радикулита крапивой является часто распространенной практикой в нетрадиционной медицине. Причем процедуры с крапивой желательно проводить в бане. Распаренная кожа в бане отлично поддается целительному воздействию веществ, которые содержатся в крапиве. Возьмите в баню веник из крапивы и похлопывайте им распаренную кожу. Это значительно облегчит боль, ведь крапива обладает противовоспалительным эффектом. А ведь именно воспалительный процесс в корешках нервов является причиной радикулита. Поэтому терапия в бане крапивой это действительно результативный способ снятия боли. Лечение радикулита овечьей шерстью Необходимо взять кофту из овечьей шерсти и вырезать из нее кусочек ткани. Ткань замочить в соленом растворе на час и высушить. После чего пришить две резинки так, чтобы можно было носить, надеть. Получается так, что сзади шерсть прилегает к пояснице, а спереди туловище плотно охватывает резинка. Это совсем незаметно под юбкой или брюками. Шерсть с солью вытягивает боль. Через неделю боль проходит. Массирование больного места отлично помогает в борьбе с радикулитом. Этот процесс является довольно болезненным, поэтому для усиления эффекта можно использовать целебное масло. Масло для массажа На 1 литр оливкового масла необходимо взять 200 г цветков календулы в народе ноготки, 150 г листьев и стеблей подорожника, а также 200 г зверобоя. Масло необходимо немного нагреть на водяной бане, добавить все компоненты и хорошо прогреть. Температура около 80 градусов. Полученную массу охладить и настоять в темном месте в течение 3 дней. Хранить полученное масло можно только 1 месяц. Так как тема эта очень обширная, мы разбили ее на 2 части. В следующем видео расскажем вам о питании при радикулите, об эффективных настойках и компрессах в домашних условиях и о профилактике радикулита. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр! Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.